Девчонки, всем привет! И вы попали на мой канал Мир Девчонок! И сегодня мы с вами сделаем такой небольшой сбор на декабрь месяц. Декабрь уже совсем-совсем скоро, поэтому думаю, что самое время как раз-таки снять такое видео. Ну а ты, конечно же, не забывай перед началом подписаться на мой ютуб канал и поставить лайк. И не забывай про мой телеграм-канал, ссылочку на который я оставляю в описании. И давайте мы с вами слишком долго не будем затягивать, а пожалуй, сразу начнем. Наш с вами сбор будет осуществляться, как всегда, вот в эту корзиночку. И давайте начинать с вами, как всегда, по традиции с ночных прокладок. Знаете, это хранение какое-то, ну, посмотрите, много места тут образовалось, поэтому, скорее всего, когда-нибудь я сделаю уборочку. Знаете, не хочу убрать какие-то ночные прокладки из-за именно упаковочек, потому что у меня есть, если кто-то забыл, если кто-то не помнит, по одной штучке прокладок. И, как бы, я их просто в роликах уже давно не показывала, поэтому, возможно, вы их не помните. Давайте сейчас быстренько напомню вам, что это за прокладки, чтобы вы вспомнили. Это Cotex Natural, это Cotex, которая на 42 см идет, это LP Care, это Always на 8 капелек, а это очень красивые прокладочки Modus Laos. Давайте выберем две штучки из этих прокладок. Предлагаю взять, например, Cotex Natural, пусть будет, почему бы и нет. Внутри она выглядит вот таким вот образом. Имеет хороший клей, сама по себе классная, так что одну штучку могу, в принципе, взять и доиспользовать. Ну и вторую, давайте, она будет побольше на вторую ночь. И, например, это пусть будет вот такая вот Modus Laos, потому что я вообще не пробовала эту фирму. Хочу потестировать, внутри выглядит вот так вот. Прокладка очень мягкая. Давайте переключимся на пятикапельные прокладки, так как ночные мы с вами собрали. И одну из пятикапельных я хочу взять вот такую вот. Это, как бы, можно сказать, моя новиночка, но я их уже пробовала. Это Queen Cashion, которые очень классненькие. Мне они очень сильно понравились. Когда я их пробовала, они мне очень сильно зашли. Так-то выглядит внутренне вот так вот, с двойным креплением. Знаете, я в распаковке говорила, что они выглядят как-то узко. В ширине они очень такие узковатые. Я не знаю почему, они действительно так выглядят, но при этом, если сравнить с другими прокладками, они одинаковые. Поэтому, как бы, наверное, это просто такая иллюзия. У меня это хранение выглядит каким-то кривым, но вы не особо сильно обращайте на это внимание. Просто так встали в упаковочке. В общем, давайте. Следующие пятикапельные, которые я возьму, это будет Always. Мои самые-самые любимые Always Ultra. У них очень красивые розовые упаковочки. И внутри они выглядят вот таким вот образом. Насколько я знаю, у Always вышел новый дизайн. Я в каком-то ролике об этом уже говорила. У них теперь на упаковочках тут еще сверху голубой идет. И внутри у них вот здесь вот вместо цветочка теперь бутончик, либо корона. А еще последние пятикапельные я хочу взять вот такие конфилейти. Давненько их просто не брала. Хочу их вспомнить и взять одну такую пухленькую штучку. В них будет очень тепло как раз находиться. И внутри они выглядят вот таким вот образом. Да, пухленькие, очень хорошие, не подводят. Очень приятная сеточка. И в принципе очень классные сами по себе. Пятикапельные мы с вами завершили. Теперь давайте перейдем к четырехкапельным. И первое, которое я хочу взять, это сразу будет такой комплект, небольшой комбо. Я хочу доиспользовать все эти три пачки Bella for Teens. То есть Ultra Energy, Ultra Sensitive и Ultra Relax. Они в принципе выглядят внутри одинаково. Так что покажу вам одну штучку. Вот такие красивенькие, разноцветные. Очень-очень такие весенние и летние. Как раз таки сейчас будет сезон холодов. Так что доиспользовать их как-то, ну я думаю, будет прекрасным вариантом. То есть получается вот эти вот пять штучек сразу улетают в корзинку. А вот сюда вот, чтобы не образовывалось никаких проплешин, я могу поставить вот такие вот свои прокладочки OBB новинку. Они как раз сюда идеально подходят по высоте. Они одинаковые и с вот этими OBB. Так что думаю, тут вот им самое место будет. Вот эти вот потолочки я выкидываю. Теперь в этом хранении стало как-то еще намного больше белого. Давайте еще возьмем с вами следующие вот такие вот голубенькие Aura. Вам их не видно. Ну вот как бы. В принципе они мне как бы не сильно прям нравятся. Одну штучку возьму. Просто давно уже не брала, если не ошибаюсь. Они в принципе хорошие, но клей очень сильно подводит. Следующую четырехкапельную я хочу взять вот такую вот голубенькую, очень красивую Sisters. Потому что они мне безумно сильно нравятся. Они мне прям в душу впали. Ну и как раз, как я уже раньше и говорила, как раз сейчас будет такое прохладное время. И в этих прокладочках будет очень тепленько. Выглядит вот так вот. У них идет очень такая резиновая какая-то сеточка. Но она в принципе приятная. Так что думаю, что в них какого-то прям сильного дискомфорта не будет. Следующие я хочу взять очень красивые, миленькие розовые прокладочки. Как раз это корейские. А мне эта фирма безумно сильно нравится. И это Secret Day. Сами по себе прокладки очень классные. Мне они безумно-безумно, как я уже и говорила, нравятся. Приятная мягкая поверхность. Выделение уходит вовнутрь. На поверхности их вообще как бы ну не видно. Уже давненько не брала вот такие вот молбы. Так что хочу ими наконец-то опять начать пользоваться. Они очень классные. Одну штучку сразу себе кладу в корзинку. Это мои одни из любимых. Они просто замечательные. Внутри очень красивенькие. Посмотрите. Идут с поверхностью сеточкой. Очень хорошо впитывают клей. Просто замечательно. Они держатся на белье. Никуда не катаются. И в общем этим прокладкам я ставлю конечно же лайк. Хочу взять одну прокладку Флорио. Потому что у меня есть Клин Лайф. А вот эти и Клин Лайф они просто одинаковые. Так как у меня этих прокладок много. Нужно ими пользоваться. Внутри выглядят вот так. Вот в принципе сами по себе неплохие. Хорошие достаточно. Клей незамечательный. Но тоже неплохой. Так что одну штучку я уже взяла. Ну и последние прокладки именно. Которые мы с вами возьмем. Это будут очень красненькие. Красивые такие пупи. Мне они в принципе нравятся. Но не особо прям сильно. Тоже достаточно такие неплохие. Средненькие. Внутри выглядят вот так вот. Идут с поверхностью такой вот сеточкой пластиковой. Которая к вам просто прилипает. Если вы долго будете либо сидеть. Либо еще что-то делать. Так что использовать их можно только как домашние. В принципе на выход тоже можно. Но они могут к вам приклеиться. Это будет не очень приятное ощущение. Смотрите. С хранениями мы с вами закончили. Поэтому давайте теперь брать чисто тампоны. Если кто-то вдруг заметил. В этом сборе мы с вами не брали 20 прокладок. Ну по крайней мере их немножко поменьше. Поэтому предлагаю взять вот такие вот тампоны от Kotex и от Ovi. В принципе они очень классные. Так что пол одной штучки каждого. Я думаю это никому не помешает. Внутри в принципе выглядят абсолютно обычно. Вот таким вот образом. Если кому-то интересно. То мои самые любимые тампоны это от Kotex на две капельки. От Ovi выглядят если что вот так вот. Внутри Ovi выглядят вот таким вот образом. Если вы видите разницу. Вот эта часть более белее чем вот эта. Все потому что вот тут вата. А это такая вот оболочка. Которая нужна для того. Чтобы все выделения направлялись не вот сюда. Чтобы они тут не впитывались. А в вышку. Чтобы потом тампон сам по себе. Все равномерно распределял и набухал. Ну что ж. Вот такая вот у нас с вами вместе корзиночка и получилась. Очень надеюсь то что вам было полезно это видео. И оно вам конечно же понравилось. Не забывайте про подписку и лайк на мой ютуб канал. Мне будет безумно приятно. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся с вами через неделю. Поэтому всем до новых встреч. Пока.